А перед началом этого ролика хочу порекомендовать вам отличный канал Movie Look про кинофильмы. Здесь вы сможете посмотреть обзоры на новинки киноиндустрии, а также вспомнить крылатые фразы из давно забытых старых фильмов. На канале, кстати, можно узнать о списке самых годных фильмов по категориям, допустим, о еде или футболе. Артём выражает чисто субъективное мнение, с которым после просмотра почти всех видосов я полностью соглашаюсь. И вы знаете, пожалуй, он станет одним из лучших каналов в моем списке за его высокий уровень в этом направлении. Ссылку на его канал оставлю в описании, перейди и подпишись, не пожалеешь. Многие думают, что главным злодеем Лиги Справедливости будет могущественный Дарксайд, но один зарубежный сайт уверяет, что это будет совсем другой персонаж. Зачёт. По словам главного редактора сайта, злодеем будет Степан Вульф. Это третьестепенный герой комиксов DC, один из выходцев с планеты Апокалипсис, прислуживающих Дарксайду. В комиксах Степан Вульф выглядит как абсолютно невзрачный бородатый мужик в доспехах, визуально неотличимый от генерала Зода. В «Бэтмене против Супермена» Степан Вульфа якобы показывали в удалённой сцене, в которой он выглядит совсем иначе. Как известно, в Лиге Справедливости Бэтмена вместе с Чудо-женщиной будут собирать команду металюдей, обладающих различными способностями, чтобы с их помощью помешать Степан Вульфу, генералу армии Дарксайда, отправившего свою армию на Землю в поисках спрятанных на планете артефактов Mother Box. Я видел сон. Это был конец света. Он запросто ловит ракеты, размахивает огромным топором и называет людей примитивными существами. Если опираться на комиксы, то Степан Вульф – бессмертный, обладающий сверхчеловеческой силой, отличной скоростью, выносливостью и рефлексами. Он является очень талантливым военачальником и служит главой вооруженных сил. Степан Вульф овладеет разнообразным оружием, включая кабельную ловушку, с помощью которой он может поймать противника и из которой он может стрелять смертельными лучами. Но все же его главным оружием является электротопор. Он также мастер по фехтованию и является грозным противником в рукопашном бою. Представитель расы новых богов, доверенный генерал и дядя могущественного Дарксайда, своеобразный аналог Таноса и Апокалипсиса из Марвел, о котором упоминал Лекс Лютер в фильме «Бэтмен против Супермена». Степан Вульф является одной из первых жертв, которая осталась жива после нападения Думсдея, монстр, который известен тем, что однажды убил Супермена. Во время событий The New 52, которые происходят после событий ограниченной серии Flashpoint 2011 года, введена новая версия Земли 2, которая является домом Общества Справедливости Америки. Степан Вульф, командуя парадемонами, проводит массивное вторжение на планету. В конечном счете, героям Земли удается успешно отразить нападения захватчиков, но Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина того мира погибли в сражении. Спустя время становится ясно, что Степан Вульф скрывается на Земле 2, а за его поимку объявлено вознаграждение в размере 300 миллионов. Но в конце концов он был убит. Интересно, как нам покажут Степан Вульфа в фильме «Лига справедливости»? Напишите ваши комментарии, ну и конечно же подписывайтесь на канал, если хотите видеть больше роликов про кино и сериалы. Еще увидимся! О, смотрите, это... это Бэт-сигнал! Это твой... чш, прости. Это твой сигнал, значит нам пора? Да, именно это и значит. Как же круто! Субтитры подогнал «Симон»!